Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство должны подать в отставку. Парламент стороны разойтись по домам. Их дальнейшее правление угрожает всему армянству, заявил бывший секретарь Совета Безопасности сепаратистского режима в Карабахе генерал-лейтенант Виталий Баласанян в газете 168 ЖАМ. Баласаняна не устраивают итоги правления нынешней власти. Придет время и вы увидите, в какое состояние ввергла народ эта власть. Он не рассчитывает на то, что Пашинян и его команда покинут посты добровольно. Они сами не удалятся, их нужно удалять, говорит Баласанян. Если народ не потребует распуска парламента, последствия будут печальны, считает Баласанян. «Народ должен проснуться, должен потребовать, заставить, чтобы все депутаты сдали свои мандаты, все без исключения, будь то мой шаг, светлая Армения или процветающая Армения, в ином случае под угрозой существования всего армянства», – заявил он в интервью. Захват Николом Пашиняном во время его так называемого «революционного марша» здания Госрадио имеет только одно название – терроризм, охарактеризовал Баласаняна события 2018 года. Был захвачен объект особого государственного значения. Эти действия равнозначны захвату здания полка патрульно-постовой службы. Было применено оружие. Были заложники. Были запуганы местные жители. В случае с домом радио работники. Была порча имущества. Кто же в доме радио было применено оружие, но без выстрелов и без смертей. Привел параллели между действиями Пашиняна и группировки Сасна-ЦРР Баласанян и сделал вывод. Статья одна. Баласанян уверен, что сотрудничество между Пашиняном и группировкой Сасна-ЦРР было куда более давним и плотным, чем это принято считать. Открыто заявляю, что когда так называемый главарь Сасна-ЦРР Гарегин Чуказзян объявил голодовку и Пашинян встретился с ним якобы для того, чтобы эту голодовку прекратить, я уверен, что Чуказзян поставил перед Пашиняном условие немедленно освободить всю банду. А теперь обсуждается вопрос об освобождении даже двух доказанных убийц. Аргументировал он свои выводы. Скажу больше, сколько бы злопыхателей не сплетничали, но мы видим, что в республике Армения террористическая группировка Сасна-ЦРР пользуется полным покровительством премьера-министра, заявил он. Это покровительство он считает очередным доказательством сотрудничества действующей власти и террористов. Напомним, Виталий Баласанян уже не в первый раз призывает к отставке Пашиняна. Так, непосредственно после первой публичной встречи Пашиняна с лидером Сасна-ЦРР Баласанян заявил, что Пашинян ведет Армению к войне и предложил ему вместо государственного управления задняться огородничеством. Напомним также, что в 2016 году вооруженная группировка Сасна-ЦРР захватила здание полка патрульно-постовой службы Еревана, взяла за бложников и потребовала отставки президента Сержа Саркисяна. Пашинян приехал к месту событий и использовал создавшуюся ситуацию для политического пиара. Все боевики, участвовавшие в террористическом акте, сдались властям спустя две недели. После прихода к власти Пашиняна большая часть члена Сасна-ЦРР была освобождена из тюрьмы. Они создали одноименную партию. Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, министр высоко оценил последовательные усилия и инициативы конгрессмена Палоуна по продвижению интересов Арцаха в Конгрессе США, а также по установлению и укреплению стабильности в регионе. В ходе встречи были затронуты отношения между Арцахом и США на различных уровнях, а также перспективы дальнейшего их развития. Масис Маэлян подчеркнул, что с учетом потенциала армянской диаспоры и дружественных отношений США, американские направления занимают важное место в сфере международного сотрудничества Арцаха. Стороны отметили необходимость продолжения усилий по укреплению и расширению сотрудничества между городами-побратимами Арцаха и США, а также между Арцахом и теми штатами, законодательные органы которых приняли резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах. По просьбе конгрессмена Палуэна Маис Маэлян представил нынешний этап процесса урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта и ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте были затронуты недавние провокации, инициированные азербайджанской стороной на линии соприкосновения. По оценке сторон, подобные инциденты вновь подтверждают актуальность внедрения международного механизма контроля за прекращением огня. В Ереван прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом смысле можно сказать, что несколько накалилась ситуация вокруг второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна, который находится в тюрьме. Предполагается, что Путин еще раз, но уже в Ереване, попробует обсудить вопрос освобождения Кочаряна. В этом контексте давайте попробуем понять, что в конце концов хочет Кремль и что даст ему свобода Кочаряна. Дело в том, что Российская Федерация с целью обеспечения долгосрочного присутствия во внутриполитической системе Республики Армения пытается сформировать в Армении два условных лагеря, противостоящих друг другу – революционеров и контрреволюционеров. Это давно известный в мировой истории метод и неоднократно применялся со стороны различных государств. То есть с целью обеспечения присутствия в том или ином регионе империи в данной среде разворачивали ситуацию противостояний и использовали удобный повод для постоянного вмешательства или приобретения искусственной роли посредника. Если рассматривать проблему в историческом контексте, то увидим, что метод этот неоднократно использовался Российской империи и СССР, и так и в Средней Азии, так и в Закавказе. Смотрите, до 1828 года армяне в Восточной Армении не составляли большинства. Главными движущими силами призывных к жизни по инициативе России процессов было следующее. Увеличение числа армянского населения должно было компенсировать демографическую ситуацию региона, став тем противовесом, который мог сдерживать растущие многочисленные и увеличивающиеся в геометрической прогрессии мусульманское население. Это было действительно оправданным шагом. Еще в начале 20 века та же Россия развернула армяно-татарское столкновение, благодаря которым царская власть смогла держать под контролем военно-политические круги обоих сторон и удерживать их в стороне от получившихся широкий размах на всей территории империи революционных настроений. Лучшим доказательством данной политики является проблема Карабаха, которая была искусственной миной, установленной советскими властями. Миной, которая должна была помочь красным и их потомкам не удаляться из региона в долгосрочной перспективе. Отметим также, что эта политика присуща не только России. Например, Британская империя неоднократно с величайшим успехом применяла ее. Но и лучшим доказательством является конфликт между Индией и Пакистаном. Сейчас, как мы уже отметили, то же самое развязывается и в гораздо меньшем пространстве, во внутрополитической системе Республики Армения. Вот почему так важна для Путина свобода Кочаряна, который из тюрьмы не может инициировать эффективную борьбу за обслуживание выгод и интересов Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова